Всем привет! А вы знали, как делается подсолнечное масло? Вот я вчера ездил, делал и решил снять вам процесс, так вкратце показать. Вот здесь засыпается подсолнок в этот бункер. Вот так. А дальше наблюдаем процесс механизированного поднятия контейнера с вылущенной высеянной семечкой, который высыпается, конечно же, куда? В вальце. Дальше мы наблюдаем, как контейнер возвращается в исходную для дальнейшей загрузки семечки после этой, как в народе называют, драчка. Она сеет, вывивает, выбрасывает мусор. А вот они вальцы. Вот с помощью этих вальцев оно как бы его расплющивает. И вот в это отверстие уходит, впадает вот в такой контейнер. После мы видим, спускается контейнер, после чего его работник перемещает. Видите, да? Раз, 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 все так четко. Все. Контейнер на место, а там лебедка подымает контейнер, который загружен перебитой семечкой. И вот мы видим, как он транспортируется до второго лотка. Это жарочная печь. В этой жарочной печи происходит поджарка подсолнуха. Это необходимо для того, чтобы термически убить всякие микробы, так как подсолнух сырой. Дальше мы видим, как контейнер возвращается в свое исходное место для загрузки в дальнейшем снова подсолнуха, который прошел через вальцы, через сито, через все. А вот так выглядит жарочная печь. Топит же ее, конечно, шелухой от семечек. Дальше мы видим пресс, где загружается подсолнух, поджаренный уже. Вот ставятся такие вот блины, утрамбовывается все это. После чего происходит жим или выжим подсолнуха и на выходе получается... Вы думаете, что? Подсолнечное масло, которое мы так любим, которого на прилавках супермаркета, конечно же, мы его не найдем. Но это масло использовали наши предки. Это натуральное, очень пахнючее, вкусное масло. Вот так в Молдове делаем масло. Кому понравилось, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Всем пока-пока!